Всем огромный привет, это Хофф. По просьбе снимаем новинки диванов. Очень давно мы сами здесь не были. Хофф находится в городе Екатеринбург, Радуга парк, торговый центр. Сразу нас встречает диван-кровать со скидкой. Баден-баден. Сейчас стоит 24 тысячи. Здесь идут в основании независимые пружины, поэтому он такой упругий. Но смотрите, обивка в желтом цвете и порядком уже замаралась. Горчичный цвет. Это идет синтепон войлок. Наполнитель, независимый пружинный блок. Материал обивки в велюр. Хотя в принципе в велюр-то в принципе хвалят, что он вроде как износостойкий. Но пятна видно вообще четко. И в данной модели убираются подлокотники и подушка. Здесь также используют вставку из дешевого материала. Этот материал, если честно, быстро приходит в негодность. Но почему-то стали, видимо, так экономить производители. Не только в данном магазине. В Икеа тоже есть модели с такими же вставками. От желтой модели переходим в коричневый. Та же самая ваден-баден. Но обивка темная. И сразу же он смотрится выигрышно. Не видно пятен. Те же самые подушки, те же самые подлокотники. Та же самая цена. Как ощущения по пружинкам? Реально, запружин он очень упругий. То есть ты в него не проваливаешься. Просто сел и сел. Но за счет подушек, кстати, мягко. Единственное, опять не хватает для зоны воротника. Убегает для головы, для шеи. И из плюса, что эти подлокотники шевелятся, они превращаются в минусы. Они постоянно убегают. Даже за эти несколько минут, что я здесь нахожусь. Ну а вообще, кстати, по ощущениям, велюр очень даже приятный. Можно использовать без пледа. Очень тактильный, приятные ощущения. Еще у этих диванов ножки. Смотрите, какие деревянные вставки. Ну, назовем их деревянными вставками. То есть, получается, по диванам есть пространство, где можно при желании убираться шваброй даже. В Хофе подробно, если рассматривать каждый диван по его составляющим, жизни не хватит. Диван-кровать 19 тысяч рублей. Кстати, из-за этого мы смотрим только чисто ассортимент и его обновление. Не знаю, как в ваших Хофах. Вы вообще, посещаете ли вы Хофу, Хоф-магазин. Здесь разные поставщики, разная мебель. И очень негативные отзывы именно по обслуживанию клиентов и возврату товара и доставке товара. Поэтому не буду говорить про внутреннюю кухню. Но кому интересно, то просто посмотрят, что вообще это такое. Диван 19 тысяч рублей, трансформация в евро-конишку. Картинки, как в Икеа, нет. Коричневый цвет. Эти подушки в комплекте декоративные 40 на 45. И опять-таки они очень мягкие. Здесь полностью хватает набивки. Вот, допустим, в Икеа в новинках некоторые подушки. Кажется, что не до конца набиты. Здесь же прям плотничком. Кстати, подлокотники искусственная кожа. И основание тоже проходит линии искусственной кожи. С другой стороны тоже самое. Все дублируется. Заметьте, здесь подушки с двух сторон одинаковые. Это опять-таки нежнейший велюр. Но основание у дивана идет ткань, которая очень быстро закатается и может быть даже порвется. То есть опять-таки удешевление продуктом. Еще раз сосредоточимся на ценнике. И все размеры запомним. Двигаемся дальше. Как сильно очень приятный. Очень, да. Это велюр, да, что он очень классный. Следующий опять по скидке. Видимо, сегодня у нас все диваны попадут со скидкой. 26 тысяч. Диван-кровать. Сохо. Можно выбрать разные цвета. О, вот еврокнижка раскладывается таким образом. Остается место. Здесь маленькие подлокотники, но очень большая часть именно под шею. Опять-таки велюр, бифка материала. Независимый пружинный блок. Цвет серый. Цвет черный в нашем магазине представлен. Опять-таки диван здесь отпрыжен, он упругий, но он помягче, чем первый экземпляр. И в этих подушках, опять-таки, немножко не хватает для шеи и для головы. Следующий диван. 22 тысячи рублей. Не забудьте купить чистящее средство. Обивка светлая, искусственная кожа. То есть, в принципе, дублируется модель, только серая обивка. То есть, твердо, да, сидишь? Нет, сидеть более-менее нормально. Сама ткань тоже такая. Не очень, да. Вышок, как картошка. Ну вот. Тактильно неприятно. Вот это вот, наверное. Это искусственная кожа. А, так это и материал обивки рогожком. А то уже не велюр идет. Да, они грубоватые. И именно на такой диван захочется накинуть какой-нибудь мягкий плед. Размеры 241 на 94 на 108. По высоте, в каком мы сейчас посмотрим, повыше. Они здесь все, в принципе, плюс-минус одинаково идут. Тоже искусственные подлокотники. В смысле, искусственная кожа. Мне кажется, это тоже это... А, ну все, здесь уже материал обивки. Велюр, искусственная кожа, софт, наполнитель, независимый пружинный блок. Майдера люкс. Цвет серый. Ой. Вот уже первое. Смотрите, плюс независимый пружинный блок. Анатомический эффект, если использовать данный диван-кровать. Еще и в качестве кровати на постоянной основе. Опять-таки, основание в пол уходит. Достаточно большой. 241 сантиметр. Следующая модель стоит 26 тысяч рублей. Видит и издалека. Мне кажется, в кофе все диваны, они более... Более-таки, человечные, что ли. То есть, нет этой эскетичности, как в Икее. Еврокнижка, Мадрид, обивка, велюр, материал искусственная кожа, ДСП, фанера. Здесь твердая, чтобы ставить, как раз-таки, чаек, например. Будьте телевизоры не падали. Эдакий диван. Привет из 90-х, как раньше было. В начале 2000-х. То есть, классический, обычный. Большое спальное место. Ткань идет опять со вставками. Вместительный ящик для белья. Раскладывать каждый диван я не буду. Двину искусственная кожа. Глубина селения 60 сантиметров. Спальное место, если разложить, 160. Это достаточно много. Следующая модель 22000, тот же самый Мадрид, но в другой обивке. За счет другой обивки цена, соответственно, пониже. Опять-таки, Еврокнижка раскладывается. Мне кажется, скидка больше. Просто 15% вл. Да, мне кажется, что здесь ткань другая. Здесь рогожка, здесь тоже твердая ткань. Да, тоже по ощущениям она сразу же идет. Ну и скидку большую сделаны. Большие угловатые диваны. Ну, в смысле, что то есть ровно-ровно-ровно вставили какие-то незначительные вставки. Написали, что это новинка. Вот тут уже более-менее интересный диван Милена. 32600 рублей. Раскладывается уже, наверное, понятно каким способом. Выдвигая эту часть сюда, часть распрямляется. Видите, я такой сложенный матрас. Плюс подлокотники. И две подушки в такой интересной форме. Стеганный чехол ортопедический. Пружины змейки используют. Вот поближе. Металлокаркас. Потому что металлокаркас, он со временем не расхлебался, чтобы система была хорошая. Потому что не всегда это показатель качества. Спальное место 160 на 200 получается. Микровелюр. Так, все наполнители немножко бликуют. Мягкая обивка на самом деле. Мягкая обивка. Да, с велюром на самом деле легко обращаться. Легко его чистить. Пятна выводятся тоже достаточно легко. Все эти подлокотники, они по всей ширине проходят, по всей глубине дивана. 50 сантиметров глубина сиденья. Цвета разные. Также можно пылесосом проходиться по таким диванам. Ну и он покомпактнее будет предшествующих моделей. Следующий диван-кровать из Женева. Опять-таки с твердыми подлокотниками. Подушки две вовсю длину проходят. Посмотрели. Наверное, корректно писать в комментариях, у кого вот такие диваны с такой мягкой. Обивка, у кого домашнее животное. Насколько выдержала эта обивка. Диван, микровелюр. Так, пружины змейком. Опять-таки полиэфирные эти шарики. В Икея полистерна, все шарики. Здесь полиэфирные шарики. Использую для мягкости. Поверхностный слой. Подушка с двух сторон одинаковая. Здесь, заметьте, вставки-то из ткани нет. Ну и цена у дивана 32 тысячи рублей. Как раз писали в комментариях под Икея, что я даже за такие деньги куплю диван там, в каком-то магазине. Собственно говоря, вот Хофф показывает, что здесь как раз до 30 тысяч, ну до 32, можно купить более разнообразные модели с различными характеристиками. Выбрать подлокотники под свой вкус, и, соответственно, основание и подушки тоже. Еще интересная модель. И не менее интересный столик. Приставной стол, он не при диване, здесь называется приставной. Его можно как так. Так я понимаю, и вот если позволяет место под диваном, он на колесиках подставить. И удобно кушать, кстати. В общем, интересная моделька. Всего лишь 2600. Срок службы 3 года, а гарантийный срок 2. Сколько прослужит, видимо, за такие деньги. Не так все это страшно и обидно будет. Диван-кровать Леон, 2 800, не 2 800, 28, я хотела сказать. 2 800 надо брать было прямо сейчас, хватать и убегать. Еврокнижка опять-таки трансформируется. Здесь 203 на 89 на 102, глубина 560, спальное место 142 на 203. Ну, то есть 140 на 200. Опять-таки здесь фишка идет в дизайне. Ткань даже на выставочном экземпляре вот-вот протрется, такое ощущение. Очень упругое снимание. Как по ощущениям? Ну, нормально. Внимание. Нормально-то значит обычный. Тактильные средние ощущения. То есть хуже, чем там, но лучше, чем в Миша-Кортофиле. Все понятно. Так, это лишь, не знаю, десятая часть всех диванов, какие представляет магазин Хофф в городе Екатеринбург. На этом первое видео заканчивается. И, наверное, сейчас прибежимся по максимуму, чтобы просмотреть все модели без таких долгих остановок. Ну, а пока всех благодарю за просмотр. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok